С вещами на выход могут попросить из России сотрудников отныне нежелательных иностранных организаций и благотворительных фондов. Генпрокуратура, МИД и Минюст России сегодня получили от Совета Федерации так называемый патриотический стоп-лист. В нем 12 названий, хотя могло быть в пять раз больше. Изначально российские сенаторы собирались включить в черный список 60 зарубежных НКО. Авторы реестра уверены, что упомянутые в стоп-листе организации угрожают политической стабильности и национальной безопасности России. Каким образом узнал Николай Старобахин. Решение Совета Федерации сегодня было единогласным. Сенаторы утвердили обращение к генпрокурору, министру иностранных дел и министру юстиции. В нем отмечается, сегодня Россия столкнулась с самой мощной за последние 25 лет атакой на свои национальные интересы. И с этим нужно что-то делать. Мы реагируем на новые вызовы, которые появились, на те новые механизмы и схемы, которые пытаются подменить в обход российского законодательства для расшатывания ситуации нашей страны. Мы не можем этого допустить. Мы не можем этого позволить. Собственно, к этому обращению и прикладывается так называемый патриотический стоп-лист. Это список организаций, которые, по мнению сенаторов, создают угрозы для конституционного строя и обороноспособности страны. Весеннее заседание в Совете Федерации заканчивается, весенняя сессия. И сенаторы признавались, что поначалу планировали отложить этот вопрос до осени. Но потом поняли, что угроза слишком серьезная. Ждать два месяца нельзя. Авторы документа, а подчеркивается, что это коллективный труд, нет единого, одного автора. Возможно, это делается для того, чтобы избежать новых санкций. Так вот, авторы документа подчеркивают, что они обсуждали десятки потенциально опасных организаций. Константин Косачев насчитал их более 60. И вот из этого большого списка были выбраны только 12 самых, видимо, опасных для страны. Когда мы этот список рассматривали, мы никоим образом не обращали внимание на национально-государственную принадлежность тех или иных организаций на место расположения их штаб-квартиры. И тем не менее, характерно, что когда мы этот список уже посмотрели в окончательном виде, то выяснилось, что из 12 организаций 7 так или иначе имеют отношение к Соединенным Штатам Америки, еще 2 к Польше и еще 3 к Украине. В стоп-лист, помимо прочих, попали фонд Сороса, Freedom House, Национальный фонд демократии. Но парламентарии подчеркивают, что список будет меняться и, возможно, дополняться. При этом сенаторы отмечают, документ носит не юридический, а общественно-предупредительный характер. Они лишь просят повнимательнее присмотреться к подозрительным организациям. Мы просто обращаемся в прокуратуру МИД и Министерство юстиции с предложением оценить деятельность этих организаций на территории Российской Федерации. Вся эта тема находится под достаточно плотным контролем парламента. И мы, безусловно, зададимся необходимые вопросы о том, какое решение принято на основании каких данных. Российские правозащитники довольно резко отреагировали на принятие этого документа, назвав его официальным доносом, который, хоть и не несет формальной юридической силы, может стать началом очередной охоты на ведьм. Но на самом деле мы понимаем, что это часть большой кампании. В советское время такое было. Кампания по борьбе с кулачеством, с уклонистами, с абстракционистами, с тем угодно. И в эту кампанию пытаются вписаться все, кому не лень. Потому что на этом можно подняться. Сенаторы подали сигнал. Но дальше есть, имеем ли он, люди при должностях в форме и в штатском, которые тоже будут отрабатывать свои деньги и стремиться быть первыми в этом социалистическом соревновании. Впрочем, сами парламентарии убеждены, что поступают во благо российского общества. Говорят, что таким образом защищают его от манипуляций со стороны. Любопытно, что в списке только лишь организации, которые не попадают под статус террористических, экстремистских и нежелательных. Они уже и так запрещены законом. Но все равно при этом, по мнению парламентариев, носят антироссийский характер. И то, что эти организации до сих пор не запрещены, возможно, лишь чья-то недоработка. Не попадая в этот патриотический стоп-лист, эти организации могут пройти славный путь от нежелательных организаций через экстремистские к террористическим организациям. Их направленность будет явно антироссийская. Мы будем тогда говорить стоп гражданскому обществу. Смотрите, кто к нам пришел. И им будем говорить, знаете, мы знаем вас в лицо, и уже в нашей России вас тоже оповести. Парламентарии не скрывают. Хотят в том числе послать сигнал и российским неправительственным организациям, чтобы знали, с кем не нужно связываться. Российские правозащитники, впрочем, сигнал, кажется, поняли по-другому. Говорят, это просто попытка окончательно прекратить финансирование из-за рубежа. Указанные фонды, помимо всего прочего, поддерживали ученых, помогали беженцам. Без иностранных денег, например, беженская программа Мариальская жить не может. А сейчас ей российских денег не дают. Но тут ведь нужно охотиться за каждой организацией, которая берет такие деньги и занимается благотворительными проектами, не за государственный счет. А вводя стоп-лист для целой группы фондов, мы перекрываем все направление. Все прекрасно, все стерильно. Только кто с беженцами будет работать? Российские правозащитники убеждены, что принятие стоп-листа направлено в первую очередь против российских же организаций, сотрудничающих с западными. И это делается для того, чтобы усложнить им жизнь, которая сейчас и так непроста. И последние события в Ассоциации «Голос» и фонде «Династия» это вроде подтверждают. Это был Николай Старобахин. Организации «Голос» и «Династия», о которой говорил в своем репортаже наш московский корреспондент, недавно оказались в поле зрения правоохранительных органов России. Благотворительный фонд «Династия», основанный для поддержки образовательных, научных и просветительских проектов, принял решение о ликвидации после того, как Минюст России внес фонд в реестр иностранных агентов. В этот же список еще в 2013 году попала и организация «Голос», но она продолжила работу в России. А накануне в столичном офисе «Голоса», а также в квартирах нескольких руководителей НКО, прошли обыски. «Голос», напомню, занимается мониторингом нарушений на выборах в России с 2000 года. Во время обысков у сотрудников организации изъяли всю оргтехнику – компьютеры, ноутбуки и другие электронные носители. Адвокаты «Голоса» говорят, что визит сотрудников полиции связан с уголовным делом о неуплате налогов, которое было выпуждено в отношении главы отделения организации в Самаре. После обысков представители «Голоса» предположили, что организации пытаются помешать вести наблюдение за следующими выборами в России, которые состоятся в сентябре этого года.